Всех горячо приветствую, ребят! С вами, как всегда, Олдгеймер. А вы смотрите очередную распаковку игровых посылок. В этот раз ролик, как мне кажется, обещает быть довольно коротким. Потому что содержимое вот этих двух посылочек, ну, я бы сказал, не очень богатое. Хоть игрушек и немного, но есть среди этих игр как минимум одна та, прямо вот с детства, горячо любимая, которую я проходил несметное количество раз. Эта игра в меру сложная, очень красочная. И в детстве это был, наверное, один из моих любимых картриджей наравне, наверное, с Contra Hardcore. Сразу вот даю спойлер, ребят. Это игрушка с Megadrive. Вот помаленьку пополняю коллекцию игр на Megadrive. К сожалению, не всегда у нас попадаются в продаже в Литве игрушки на Megadrive. Но когда вот что-то действительно меня интересующее мне попадается, я это всегда покупаю. Начнем, наверное, вот с этой посылочки. Примечательно эта игрушка тем, что в 2018 году состоялся релиз... как это... ремейка приключений дракончика Спайро. И в принципе, как бы, сама вот эта трилогия, эти три ремейка игрушек с первого PlayStation получились весьма себе годными. приятная графика, все тот же классический старый геймплей, но огорчал один момент. На диске была всего лишь одна игрушка, а вторую и третью часть нужно было докачивать с интернета. И, честно говоря, меня это, как коллекционера, сильно огорчило. И вот буквально недавно, буквально неделю-две назад, я узнаю, что в 2019 году из-за каких-то судебных тяжб с Activision, по-моему, Activision выпускал Спайро, на ту компанию, которая была издателем, был подан судебный иск из-за того, что, то есть, на диске была всего лишь одна игра. И поэтому в 2019 году был репринт, новый релиз этой игрушки, и вот уже этот релиз содержал на диске все три игрушки, ребят. И вот найти ту версию, которая содержит все три игрушки, довольно сложно, потому что, если вы пойдете в магазин... Ох, блин, диск вылетел. Если вы пойдете в магазин, то есть, будете покупать новый диск, то есть, очень сложно узнать, вот где вот эта версия с тремя играми, а где вот с одной игрушкой и все остальное нужно докачивать. Да, в принципе, пока вы не распакуете Спайро Трилоджи, вы и не узнаете, какой это релиз. В общем, вот тот релиз, который нам нужен, где три игрушки, вот здесь будет написано, что это релиз 2019 года. Или еще одна версия есть, там написано 2018-2019 год. Ну, если вы покупаете вот сейчас игрушку, и вам попадается надпись на диске 2018 год, значит, это версия, в которой нужно скачивать дополнительно вторую, третью игрушку. Так что, если берете Спайро, лучше берите его на вторичном рынке, вот сразу посмотрите фотографии. Я, наверное, пролистал 9 объявлений, и вот 10-е было с довольно четкой фотографией, на которой я вот смог заметить, что это релиз 2019 года. А значит, это вот та самая заветная версия Спайро с тремя игрушками на диске. Как раз то, что нам и нужно. Ну, еще можно судить вот по этому флайеру. В новом релизе идет вот такой флайер. Об этом ремейке... Нечего рассказывать. Все, кто хотели поиграть, в Спайро уже давно поиграли. В общем, отличный ремейк, нестареющий классики первого PlayStation. Долго, ребят, задержался, в общем, на этой игрушке. У меня есть Day One Edition на Xbox One. Но там, опять же, вот, то есть, одна игра на диске, а все остальное нужно докачивать. Кстати, у меня тут обложка на польском, если вы заметили. В общем, очень рад, что у меня теперь нормальная версия с тремя игрушками. Так что, ребят, если хотите купить Спайро, смотрите, чтобы это был релиз 2019 года. Так, идем дальше, ребят. Что-то задержался вот на Спайро. Но нужно было разъяснить вот этот момент. Так, вскрываем следующую посылку. Оговорил, что ролик будет коротким. Ну, не могу я, ребят, вот так снимать, не знаю. Люблю я поговорить. Поделиться вот с вами какими-то новыми покупками. Ну, почти добрались, ребят. Начнем, наверное, с Mega Drive, потому что это, наверное, самое интересное, что есть в этой посылке. Здесь всего, ребят, четыре игрушки. Последние две игрушки купил дня два назад. Очень быстро опять пришло. Одну игру брал для своего коллеги с работы. Он недавно купил третий PlayStation. И знакомится вот со всеми эксклюзивами PlayStation 3. Он купил и перед этим PlayStation 5. То есть он знакомится вот с эксклюзивами тройки, четверки и пятерки. Хотя он вообще такой заядлый ПК-игрок. Но я его вот своими рассказами о консолях немножко заразил. И он как-то вот подсел на PlayStation. Тоже вот покупает диски себе в коллекцию. Вот эти все эксклюзивы PlayStation 3, 4 и 5. Ну, к сожалению, на пятом PlayStation эксклюзивовка кот наплакал. Там практически ничего нету. То есть это консоль вроде с играми, но без эксклюзивов. Так, ребят, вот он. Давненько хотел его себе в коллекцию. У меня есть пираточка. Это, ребят, Pitfall. The Man Adventure. Ох, ребят, как же оттащился от этой игрушки. Какой здесь был графон, ребят. Вот здесь вверху скриншот из водяного уровня. Вот на сверти телеки. Картинка вот казалась настолько глубокой, словно трехмерной. Был вот этот эффект параллакса. Все это вот двигалось. И вот передний план, вот эта вот вода, она была вот очень-очень такая объемная. Ребят, я просто кайфовал от этой игрушки. Вот сейчас посмотрим, все ли здесь на месте. Да, ребят. Полный комплект. Вот он Manal. А вот он, Pitfall. Блин, ребят. Давненько хотел эту игрушку себе в лицензии. Как-нибудь в сеговских мемуарах расскажу вот о знакомстве, о том, как я ее себе приобрел. Очень доволен, что Pitfall попал в мою коллекцию. И, кстати, состояние, ребят, ну просто идеальное. И цена была весьма неплохая. Pitfall. Долгожданная игрушка в коллекцию. Игрушка детства. Любимая. Вот с этой игрушкой в детстве, ребят, я не был знаком. Это Zool. Но мне очень вот понравилась эта игрушка. Проходил я ее на эмуляторе. И вот она попалась. Тоже цена была неплохая. Думаю, нужно взять себе ее в коллекцию. Здесь нужно будет немножко сам бокс почистить. Он немножко такой грязный. Ну а так, ребят, здесь еще и вот такой какой-то. флайер есть, смотрите. Ну и manual. Такой здоровенный, толстый. Ну вот и вот такой вот оригинальный форм-фактор. Вот Electronic Arts. Они всегда вот делали такие вот особые картриджи. Вот посмотрите на эти формы. И вот опять же сам бокс. Он тоже имеет вот логотип Electronic Arts. Когда-то Electronic Arts была весьма годной контора. Это сейчас они все со всякими там микротранзакциями и всей этой чепухой заболели. А раньше это была весьма хорошая контора, которая делала отличные игрушки. В общем, еще одна игрушка на Megadrive. На мою игровую полку. А вот игрушка, которую, ребят, я купил коллеге. Вот в Killzone он еще не играл. Так что у него будет повод ознакомиться с этой весьма неплохой серией шутеров. Так, посмотрим. Все на месте. Ну как здесь с диском? А диск в идеальном состоянии. У меня, кстати, Killzone Steelbook. Ну и состояние диска весьма неплохое. И коробочки. Так что... Завтра отнесу коллеге на работу. Пускай знакомится с Killzone. Так, а здесь, ребят... Весьма неплохая игрушка. Вот она мне тоже понравилась. Я играл в нее на 360-ом на пиратке. Это, ребят, Dark Sector. Ну это такое, в общем, вот в плане графики... Классическая игрушка на Unreal Engine 3. Ну вот такие слегка грязные цвета. Вот такая вот какая-то такая... Темно-серая палитра с такими коричневыми оттенками. Ну вот многие игры, наверное, вот... Чем-то смахивает в плане графики где-то, наверное, на герсы. Ну, герсы тоже, наверное, одна из первых игрушек, которая была выпущена на Unreal Engine 3. Но тогда, то есть, вот эта графика, ребят, в герсах, ну просто поражала. Так, я, кстати, даже не проверил диск. Тут какой-то мусор. Так, ну смотрим, что у нас тут с состоянием диска. Так, диск тоже идеальный. Пару пылинок. Состояние отличное. Так, и здесь у нас полный комплект. Так, сейчас глянем в мануалы. Ну, блин, вот мануал, конечно, на пару страничек. О том, что он черно-белый, я уж и не говорю. Ну и так, знаете, ребят, что не люблю я черно-белый мануал. Вот главное, обложка вот мануала цветная, а внутренности черно-белый. Все игрушки, которые я вот купил в этот раз. Но, ребят, покажу, что я приобрел еще вот за последний месяц. Пока вот не было новых роликов на тему игровых распаковок, пополнения коллекции. За сентябрь месяц я приобрел буквально три игры. И вот не считая тех, что мы с вами только что распаковали. И начну я, ребят, наверное, вот с той игры, с которой я, ребят, знаком с 95-го года. С первой частью этой игры я познакомился еще на Sega CD. И вот эти все годы, ребят, я продолжаю следить за этой франшизой. И буквально недавно у этой игры случился перезапуск. И с 11-й части Mortal Kombat стал вновь первой частью. Там полностью случился весь перезапуск вселенной. Изменились вот эти все события. Во главе теперь вместо Райдена Лью Кенг. Хранитель песочных часов времени. Потом же опять защитник нашего земного царства. И, ребят, знаете, это первые МК, которые я играю прямо на старте. Ребят, вот первый МК, вот с ним я познакомился буквально, наверное, года через два после его релиза. То же самое было, то есть как бы и с третьим. Третий вышел. Я как бы до него добрался, наверное, года через два тоже. Вот со вторым тоже самое было. То есть вот практически со всеми МК у меня вот было так, что он выходит, проходит несколько лет, я добираюсь до МК. И вот тут благодаря моей сестре, то есть она вот как-то так тихоря предзаказала МК. Я собирался сам вроде как предзаказать, но тут такая вот неожиданность. Раз. И то есть вот она предзаказала. И у меня, ребят, есть Mortal Kombat 1. Уже успел пройти кампанию. Кампания вот, она такая насыщена поворотными сюжетами, которые иногда где-то даже вот по уровню напряжения напоминают Санта-Барбару, наверное. То есть вот там все так переплелось. Вот эта новая эра была в 11-м. Потом Люканг опять запустил новую эру, вот став защитником земного царства. А до этого вот он получил привилегии хранителя времени, вот 500 часов. И вот кампанию прошел, ребят. Кампания понравилась. Она слегка короткая, но в принципе интересная. И даже немножко, ребят, поиграл в онлайне. Получил там не раз люлей, потому что уровень вот у меня такой вот средненький, если не сказать хуже. Я не играл нормально вот в МК много лет. То есть проходил вот десятую, девятую. Ну так вот, знаете, вот кампанию. Немножко так, в общем, поразмял косточки на пальцах. Ну и на этом все закончилось. Ну вот в плане графики все выглядит очень приятно. Появилась вот эта фишка с камео. Тоже, кстати, весьма неплохо. Ну вот что мне не очень понравилось, это вот дизайн, например, Скорпиона, Саб-Зиро. Они какие-то такие неинтересные. Мне вот все-таки нравятся больше классические вот эти вот ниндзя стайл. А вот эти вот они какие-то такие, знаете, ну не знаю, где-то даже гламурные вот эти вот бойцы. Но, кстати, вот в камео можно открыть классического Скорпиона, которого я уже открыл. Он выглядит вот прямо как вот в первой части. Там опять же есть Соня, опять же вот Кено, вот эти классические с первой части, вот с классическими костюмами. Не знаю, почему они тут все это так вот перевернулись ног на голову. Не сделали вот возможности выиграть классические скины, костюмы вот для персонажей. Не знаю, возможно, их можно будет открыть. Возможно, будут какие-то DLC. Возможно, Эд Бун добавит еще чего-нибудь тут интересного. Но, ребят, скажу, вот этот МК мне, в принципе, очень понравился. Даже, наверное, больше вот чем одиннадцатый. Ладно, двигаемся дальше. Ребят, здесь у меня отличное продолжение, которое вот как-то я даже и не заметил, что вышла пятая часть Trine Clockwork Conspiracy. Очень нравится мне вот этот вот пазл-платформер. Очень приятная графика. Она вот вроде как бы трехмерная. Ну, вот знаете, тот классический вид сбоку, словно это 2D-игрушка с большим количеством слоев. То есть все это движется, опять же, эффект параллакса. То есть игрушка выглядит очень красиво. Опять же, вот эти любимые старые герои. Волшебник Амадеус, Зоя и вот этот такой Уволень-рыцарь. Блин, забыл, как его зовут. Но вот сама игра вот в плане визуала очень-очень кайфовая. Вот, по-моему, третья или четвертая часть там они намудрили вот с этими переходами вот в 3D, опять же, вот. То есть вы могли путешествовать не только, то есть вот по плоскости вот так, но могли ходить и вот так. И вот это, конечно, вот именно для этой игрушки, ну, не очень хорошо. И поэтому как бы, то есть вот четвертая, по-моему, или третья часть, вот не помню, ребят, какая-то часть мне не очень понравилась. А вот пятая часть, я начал ее вот проходить буквально недавно. И, в принципе, мне очень нравится. Ребят, если вдруг кто-то не играл в Trine, очень советую, ребят. Двигаемся дальше. Ну, эта игрушка уже не для меня, ребят. Это игрушка в стиле Souls-like. Это, ребят, Lies of P. Это уже игра для моей сестры. Это Collector Edition, если я не ошибаюсь, ребят. Очень интересный релиз. Вот в Game Room было всего лишь 9 копий. Некоторые люди не смогли себе купить Slice of Pivot в таком издании, ребят. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, как здесь все красиво. Здесь у нас Steelbook. Здесь у нас еще... Так, что это у нас? Deluxe Edition. А, это Deluxe Edition, не Collector's Edition, ребят. Вот ошибся. Здесь у нас код на Deluxe Edition Cosmetics. Так, а здесь у нас Original Soundtrack. Ну, ребят, коды я вам не показываю. А здесь у нас Pre-Order Bonus. В общем... И самое интересное, ребят, это... Вот такой арт-бук, ребят. Я, конечно, небольшой любитель Souls-like игрушек. Но Снежана у нас любит такие игрушки. И поэтому она вот предзаказала себе... Успела предзаказать одну из 9 копий. Я вот с толком даже, ребят, не смотрел. Ну вот очень-очень приятные такие арты. Концепт. Не знаю, может быть, еще где-то можно купить Deluxe Edition. Но в Game Room там, в общем, один наш знакомый общий, Анкл Пау, тоже хотел купить Deluxe Edition Lies of P. Но, к сожалению, не успел. Так, сейчас покажу, ребят, как выглядит Steelbook. Ну, игры здесь, конечно же, нету. Ну, то есть внутри тут могли бы что-нибудь поинтереснее сделать. Видите, здесь вот арты такие. Какой-то часовой механизм. Хотя тут на самом деле-то в игре очень много всевозможных роботов. Почему-то вот стилистика мне Lies of P где-то напоминает Сибирь. Потому что в Сибири, то есть, тоже было очень много всевозможных механических кукол, роботов каких-то, механизмов. И вот в Lies of P, насколько я успел заметить, пока вот смотрел одним глазом, как Снежана играет, то есть там очень много всевозможных роботов каких-то таких механических. И где-то, наверное, даже отдаленно эта игра напоминает вот по визуалу. Ну, отдаленного. То есть там тоже были всякие такие механические устройства. В Боешоке в последнем тоже там какие-то такие вот боевые роботы были механические. С пулеметами, насколько я помню. Ну, вот где-то что-то такое вот отдаленно напоминающее вот Боешок вот в этом стиле, в визуале. Такое, в общем, ребят, Deluxe Edition Lies of P. Ну, что же, ребят, это все игрушки. Опять, наверное, видео получилось очень длинным. Я вот, ребят, пришел вот только с работы, сразу схватил камеру и решил запилить распаковку. Наверное, часов 8 уже на часах. Но, знаете, вот после того, как ты берешь в руки какую-то посылку, опять же, вот игровую, тебя ноги несут быстрее домой. Хоть слегка усталый после работы, но вот эти вещи как-то они смягчают это все. С вами был, ребят, OldGamer. Играйте только в хорошие игры, а в плохие не играйте. Всем удачи, ребят, и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok